Здравствуйте, дорогие друзья! После наших астрологических опусов мне всегда нравится пофилософствовать на разные житейские темы. И вот, читая ваши комментарии, я часто обращаю внимание на то, что многие жалуются, мне не хватает времени. Я бьюсь, как белка в колесе, а у меня не стыкуется, там не раскладывается, там не получается, туда не успел, там напланировал, не вышло. С чем это связано? Для того, чтобы действительно подойти по-научному к этому вопросу, вам нужно проанализировать вашу одну рабочую неделю. Причем вы к этому подготовитесь всерьез. Вот вы напишите себе понедельник, планировал то-то, то-то, то-то. Как оно вышло вечером, вы пишите маленький отчет. И смотрите, что вам помешало быть успешным именно в понедельник. Возможно, Наташа не принесла вам документы и вас подвела, да? Или вы сами начали чем-то заниматься, вас отвлек тот-то, тот-то, и вы из-за этого не успели. Вот такой должен быть у вас отчет. А когда пройдет ваша эта деловая неделя, вы сядете, например, в субботу, если она у вас не рабочая, или в воскресенье, если суббота рабочая, и подведете итоги. Мы начнем искать похитителей вашего времени. Что вам стоит на пути, и что обычно радикальным образом отводит вас от той цели, к которой вы стремитесь. Шансов потерять драгоценное время у нас есть предостаточное количество. Я сейчас вам предложу несколько навскидку. И если вы их обнаружите в своей жизни, вам нужно что-то с этим делать. Это основные похитители времени в наши времена, потому что у каждого времени свои похитители. Вы в этом убедитесь. Но это все равно тема для размышлений. Все равно последнее слово останется за вами. Моя задача поднять эту тему и определить врагов в лицо. Дорогие мои друзья, первый похититель вашего драгоценного времени, который пережить невозможно, это отсутствие цели для ваших действий. Если вы не умеете планировать, если вы не ставите перед собой никаких целей, а считаете, что цель вас сама найдет, и вы все непременно потом броситесь на выполнение того, что возможно вас найдет, вы уже стоите на неправильном пути. И я вам приведу парочку примеров. О чем идет речь, когда мы определяем цель. Допустим, вот вы идете по улице без всякой цели, вы видите, например, большой супермаркет, где там все и одежда, и мебель, и так далее. Вот вы решили просто так зайти в этот магазин и начинаете кружить от отдела к отделу. Там вы среди мебели походили, там вы, собственно, это время идет, а вы все ходите и ходите, на что-то смотрите. Там вы зашли, какую-то бирюльку купили. У вас не было никакой необходимости, соответственно, в этой бирюльке, но вы ее для чего-то прикупили, потому что вы тут оказались. Посмотрите, пожалуйста, сколько у вас времени уходит на такой бесцельный поход. Огромное количество. А если бы вы в тот же самый магазин зашли, но имели какую-то цель перед этим, допустим, вам давно нужен спортивный костюм, потому что вы тренируетесь, а тот уже прохудился, износился и так далее. Вы бы зашли в определенный отдел, выбирали бы непосредственно те костюмы, которые там развешаны, и нашли бы то, что вам необходимо, оплатили и быстренько пошли по своим дальнейшим делам. Так вот, определение цели, но это я вам привела в покупку. А если, например, вы столкнулись с тем, что вы уже который месяц подряд не можете на работе найти нужную папку, потому что у вас там исключительный бардак, и вы все время решаете, что когда-нибудь вы его разберете, и у вас все будет по порядку. Так вот, если вы давно уже затрачете больше, чем необходимо на поиск чего-либо, то цель определилась сама собой. Вы должны в конце концов все потратить время на сортировку, на раскладку, чтобы вы точно видели этот год тут, этот тут, этот тут, вот тут документы, эти и так далее. Поэтому, когда вам какой-то документ потребуется, вы уже точно знаете, где его искать, и одно движение руки вам позволит, собственно говоря, и его изулечь. Так вот, дорогие мои друзья, одним из главных похитителей времени является отсутствие цели, с которой вы идете по жизни. Это вам вредит во всех сферах вашей жизни. Надеюсь, вы в этом уже убедились. А я перехожу к следующему вору, который безжалостно забирает у вас время. Следующий, довольно-таки, как бы ненавязчивый, с одной стороны, но откровенно жадный до вашего времени момент, это телефонные звонки. Если ваша профессия не связана с тем, что вы должны сидеть на телефоне, выполнять роль оператора, то есть адсорбировать какие-то заказы и так далее, здесь это оправдано, здесь это является вашим способом зарабатывания денег. Но если вы зарабатываете другими путями, а телефонные звонки постоянно внедряются в вашу жизнь, то надо делать правильное движение руки. Допустим, у вас самая продуктивная и важная часть дня – это первая половина дня. Значит, на нее вы выключаете телефон. Вы вне зоны доступа. И приучите к этому всех желающих в это время вам позвонить по разным обстоятельствам. Считайте, что вы ученик классика, у которого идет урок, а кто-то навязчиво звонит. Сбросьте этого человека, если вы не решаетесь все-таки выключить телефон. Но лучше выключать. Вы находитесь вне зоны доступа тогда, когда вас могут отвлечь от основного вашего рода занятий. Это совершенно правильно. Если вы начнете отвлекаться на телефонные звонки, как бывает это у меня, то получается, что у нас с вами дело страдает. Я открываю рот, в это время звонит телефон, я забываю, что я пыталась сказать, так далее, и тому подобное. То есть не делайте, как я, а делайте так, как положено. Но я не выключаю телефон. По разным обстоятельствам. У меня уже инсульт. Мне могут позвонить, поэтому я и не ставлю на вибро, потому что я это вибро не слышу. По разным обстоятельствам бывает у людей. Но если у вас обыкновенная жизнь, без потрясающих катаклизмов, телефон должен быть вне зоны доступа тогда, когда вы заняты непосредственным делом. Почему я так говорю? Потому что помните, пожалуйста, что сидя в офисе, если вы оставляете телефон в доступе для звонков, то неизбежно. Вы только взяли за документ. Кто-то обязательно позвонил. Мама, приятельница. Еще какой-то важный момент. Вам нужно срочно работать с документом, а вы должны при этом разговаривать по телефону. Пока начальство ждет от вас каких-то действий, вы ходите уже разгневанно, а вы сидите, болтаете с кем-то по телефону, ну что с вами будет, тут далеко ходить не надо, вы и сами представляете. Поэтому, дорогие мои друзья, во время рабочего процесса разговоры по телефону не по делу являются категорическими похитителями вашего времени. И не только времени, но и работы. Если в конце концов вас постоянно застают при разговорах на не относящихся к вашему роду деятельности, и, как правило, такие люди увольняются. И, естественно, по желанию руководства. Вам, надеюсь, это не нужно. А даже если этот вопрос был кратковременный, то с вами произойдет то же самое, что происходит со мной. Вы вновь должны после разговора перецикливаться на тему беседы, которая была у вас перед этим, или на тот род деятельности, которую вы прервали. То есть вновь начинать сначала то, что вы, собственно говоря, уже начинали обдумывать до этого звонка. Так что в любом случае, как вы понимаете, с телефонными звонками во время рабочих процессов придется бороться. А потом сами проанализируйте, насколько будоражат и не ко времени эти все звонки. Это своего рода качели, которые вас накручивают, накручивают, накручивают. Потом выясняется, вы не успели сделать дело, потому что тот позвонил, сын позвонил, причем вы вежливо должны выслушивать его, а человек ничем не занят, он считает нужным до вас донести эту беседу и так далее. Короче, толку с вашей работы 0,010. И так мы осветили еще одного вора вашего драгоценного времени. Это телефонные звонки. Третий пункт, который относится к явным похитителям в вашем времени, это то, что называется незваными гостями. Но не незваные гости, это если вы сидите дома, и к вам кто-то завернул. Но и даже в любом коллективе с вами пытаются многие завести дружественные отношения. Некоторые настолько распоясываются коллеги, что считают правильным и нужным в момент, когда вы работаете, прийти к вам, присесть к столу и начинать изливать вам душу длительным образом, рассказывая свою душесчипательную историю, от которой его распирают. Ее срочно надо переложить кому-то в свободные уши. Ну так хорошо. Вы делаете приятное лицо, сидите, слушайте эту ахинею, которая вам неинтересна совершенно, страдает ваше дело. Коллега окрыленный идет к рабочему столу, ему стало легче, и он активно работает. А вы сидите, перемалываете в голове эту кучу, которую он туда загнал, навоза, и думаете, зачем вам это было нужно, а потом пытаетесь снова вернуться к вашему делу. В результате дело страдает, и, соответственно, вы кроме раздражения ничего не производите в этот день. Как поступают в таких случаях? Если это уже за правило, и вы знаете, что этот человек себе такой позволяет, или и же с ними там люди позволяют, перехватывайте сразу инициативу. Вам не до светских сейчас политессов и приседаний. В самом начале разговора вы можете сказать своему разболтавшемуся коллеге, да, я знаю, это очень интересно, и, возможно, я готова буду выслушать, но не сейчас. Сейчас у меня очень много дел, у меня аврал, и начальник требует меня к себе в кабинет. Таким образом, если человек не совсем без башни, он прекрасно поймет, что он не ко времени со своими излияниями и тактично удалится. И не обидели, и на дверь показали, что называется. Бывает такое, что подобные методы не срабатывают, но слишком отморожены у вас коллеги, которые считают, что их дело самодельное из всех дел. Тогда вам остается взять какую-то близлежащую папку и удалиться из своего рабочего стола минут на 5-10 под видом того, что вас кто-то вызывает или в этом где-то очень сильно нужны. Вряд ли коллега будет вас дожидаться. Вы, наконец-то, вернетесь через 5 минут, у вас появится возможность спокойно заниматься делом. Такова история. Ну и дома вы все прекрасно знаете, что незваный год вдруг хуже татарина. И гости. Почему вы так говорят? Потому что у вас были свои планы, была своя ситуация, вы хотели отдохнуть или почитать книгу или еще как-то расслабиться. Тут вам является человек неприглашенный. И он считает возможным у вас засидеться и перетягивать ваше внимание и так далее. Вы тоже тут можете сказать, я могу с собой буквально провести минут 10-15, мне надо собираться уходить и демонстративно будете одевать колготки и делать вид, что вы собираетесь куда-то. Если человек действительно воспитанным более-менее хоть в каких-то рамках, он поймет, что ему пора собираться и ретироваться. В крайнем случае придется сказать, что у вас поднялась высокая температура, и вы совершенно не можете уделить ему больше 5 минут ваше драгоценное время. Уловки могут быть разные. В конце концов, если вообще не понимает, то сказать, извини, я сегодня не могу уделить тебе время и просто попросить его удалиться. Если он после этого обидится, то Бог ему судья. Если он не понимает, что это все бестактно, неприлично и неуместно, ну что ж, тогда вы ему просто преподадите урок. Но тратить время на подобных личностей, это себе же в ущерб. Вы же жаловали, что вы ничего не успеваете, а они у вас просто воруют ваше драгоценное время. Время работы и время отдыха. Следующий довольно-таки опасный вор вашего драгоценного времени это суета. Если вы хотите быть продуктивными до невозможности и сделать то, что уже помечено целью, остается только реализоваться, помните, что излишнее телодвижение, вот, ой, не знаю, за что взяться, там кинул, там все и так далее, делу не способствует. В этом вопросе, для того, чтобы избавиться от суеты, должен быть план действий, а вы должны быть спокойны, как удаф. И монотонно, не спеша, получая удовольствие от того, что вы наконец-то занялись делом в полной мере и разумно, не отвлекаясь ни на что, начинайте продвигаться, например, по реализации своего плана, расчистить свои папки, подвести какие-то сводки, документы и так далее, привести в порядок, и вас ничего не отвлекает. Этот вопрос может касаться и любого другого дела, которым вы занимаетесь, не только разбором ваших архивов. Самое главное, без суеты, понимая, как это делается, просто начинайте делать, и сразу себе там раскладывайте, так, наверное, это будет папка, вот это, вот это, вот это, и у вас спокойно, систематично пойдет. Если вы будете суетиться, ронять бумаги, эти папки будут падать, опять между собой перемешиваться, вы выходите из себя, без сноваций и так далее, толку с этого не будет. Поэтому, еще раз, одним из воров вашего времени является суета, которую вы же сами и организуете. О продуктивности под эгидой суеты нет никакого смысла говорить. И так мы определили еще одного вора нашего драгоценного времени. Глобальными похитителями вашего времени является ваш телефон, а также соцсети. Казалось бы, вы только на минуточку зашли проверить свою электронную почту или заглянули в сообщения, где ваша приятельница вернулась откуда-то и бросила ссылочку, как она отдыхала и так далее. Если вы хорошо организованы и цель у вас есть и это необходимо сделать, вы должны проверку своей электронной почты, а также заходы в соцсети отложить до времени, которое уже считается нерабочим. Или до времени, даже если вы не работаете, пока вы не выполните тот фронт обязанностей, который вы себе наметили. Потом, когда уже все сделано, вы, возможно, имеете право ознакомиться с тем, что вам, собственно говоря, там написали, куда вам ссылочки отправили и так далее и тому подобное. Это животрепещущая тема. Потому что, если вы не услышите меня, соцсети затягиваются. Вы сначала посмотрели одно, вам уже не до работы, потом вы переключились на другое, потом вы решили это копнуть глубже и очнулись, когда уже прошло пять или шесть часов. Ни о каком доделывании дела уже нет никакого и разговора, потому что времени не остается. Вы занимались пустой информацией, наслаждались чужими радостями жизни, невероятными пейзажами, но к реальной жизни это не имеет никакого отношения. Помните, пожалуйста, что если вы даже в порядке, так сказать, отдыха решили поиграть в электронную игру, там собрать какие-то чемоданчики или, так сказать, тур другой прокатить, вы можете встать от этой игры часов через шесть. А многие так проводят свою жизнь зачастую и напропалую. Про их жизнь я вообще говорить не хочу, это уже на грани психологического или психического заболевания, когда человеку нужна элементарная уже помощь соответственных специалистов. Но все с чего-то начинают. Так что вы, дорогие мои друзья, увлекаясь соцсетями, не думайте, что вы какая-то особая единица, которая имеет от этого прививку или противоядие. Вы точно так же можете вляпаться в то, что виртуальная жизнь вам заменит все остальное. Особенно, если вы там на каких-то форумах, знакомствах и так далее, и это животрепещущие темы, они могут вытеснить все из вашей жизни, все, что делает вас счастливой и замечательной. Вы будете находиться уже с синими глазами и с распухшей головой в поисках своего виртуального принца, которым принцем может не оказаться. Да и вообще, посмотрите, сколько времени в вашем в течение дня занимает всякие переписки с вашими, так сказать, подружками и прочее. Сколько вы там сидите, засиживаетесь на сайтах. Помните, что да, это нужно, это важно, я не спорю, но если это уже отнимает каждый день энное количество часов, вы их потратили за зря. Вы их просто выкинули в урну, дорогие мои друзья. Так уж получается. Хотите вы того или нет. У людей, которые хотят быть процветающими, у которых есть цели в жизни, на подобное проведение времени времени нету. Они его тратят совсем на другое. А если вам все так нравится, и у вас дома бардак, и вам некогда, и на работе вы не успеваете, вам некогда, зато вы успеваете посидеть в соцсетях плотненько, разместить там свои никчемные селфи, в которых нет никакого толка. Ну, это дело каждого. Но если мы определяем врагов в лицо, то соцсети и также всякие переписочки со своими близкими, которые не имеют ни конца, ни края, я отношу к категории врагов, а также воров нашего драгоценного времени. Ситуация, которую я описывала, это, например, ссылочки всякие из интернета и так далее, которые вам присылают родственники, и вы на них отвлекаетесь в процессе вашего трудового дня. Но для домохозяек посещение соцсетей это может стать вообще бездонной пропастью. Вот вы можете проанализировать. Возможно, вы искали в интернете какую-то отдельную конкретную ситуацию, например, какой-то важный рецепт, который вы хотите реализовать по разным обстоятельствам. Но столкнулись с тем, что с одной ссылки перешли на другую, потом вы прописали еще что-то, и так далее. В общем-то, мясо осталось на столе, уже на нем мухи сидят вовсю. Как говорится, обеда нету, уже дело идет к ужину, а вы продолжаете сидеть в интернете, все блуждаете в нем и так далее. Это называется утонуть в соцсетях. Это уже не кража времени, дорогие мои друзья, это уже образ жизни. И как хозяйка вы, конечно, будете абсолютно ни к чем это однозначно. Что вы там извлекли полезного для себя, это вопрос еще открытый, скажем так. Во всяком случае, по отсутствию вашего обеда уже видно, что вы явно находитесь на неправильном пути. и так, помните, пожалуйста, что соцсети это замечательная вещь. Мы с вами тоже встречаемся через социальные сети, но они хороши до поры до времени. И только тогда, когда они идут в разрез вашим интересам и не становятся образом жизни. И при других обстоятельствах это, извините меня, просто психическое заболевание, которым вы можете захворать, поскольку, поверьте мне, от интернета мало у кого есть прививка. Так, чтобы не заплудиться в соцсетях, вам единственное указание другого быть не может. Читайте только то, зачем вы к соцсетям пришли, потом мужественно закрывайте крышку и отправляйтесь реализовать то, что вы прошли. А к соцсетям тогда вернетесь, когда у вас уже все будет переделано. Так что, с этим вопросом надеюсь, мы разобрались. Следующий пункт, который достаточно серьезно ворует наше время, то есть заставляет нас нерационально его использовать, это пустые ожидания. О чем идет речь? Это не о том, что вы летаете в империях в своих фантазиях, они мечтают, мешают вам жить. Не об этом речь. Вам приходится довольно-таки часто стоять в очередях. Или в транспорте вы едете достаточно длительно, транспорт этот общественный, не требует вашей внимательности за рулем. Проводить это время без пользы это категорически неправильно, потому что, может быть, на этот путь у вас уходит, например, полтора-два часа. Что же, вы будете сидеть и смотреть в одну точку? Очень рекомендовано в очередях, например, в поликлинике брать с собой ручку и блокнот и в свободное, так сказать, время ожидания спланировать свои ближайшие дела на короткий период времени или подытожить то, что вы уже сделали, что вам нужно. То есть, заняться разумным планированием в свободное время, когда вы все равно его чем-то должны занять. В конце концов, вы можете почитать дополнительную информацию по тем вопросам, которыми вы занимаетесь на работах. Почитать, в конце концов, интересную книжку, и то это будет здорово. Так что, если вы время пребывания в ожидании чего-либо, или вас пригласили к начальнику, а начальник занят другими делами, и ожидание приемное может затянуться на энное количество времени, вы должны быть к этому готовы, и готовы это время использовать по полной программе. Иначе, если вы посчитаете, сколько каждый день вы тратите времени на свои перемещения или сидения в каких-то очередях, это вы возьмете за голову. Это приличная часть в вашей прожитой жизни. Так сделайте ее полноценной. Это совершенно правильно и уместно. Вся два рода вредной привычки. Но это сумасшедшее количество времени, которое тратится тоже пустую. Одни пребывания в курилке, потом пребывания возле кофейного аппарата, потом вы, собственно говоря, считаете, что без того, без другого, а также пустых разговоров со своими такими же страдальцами, которые тратят на это время, никакая идея в вашей голове не родится и так далее. Вы можете смело посчитать, сколько времени вы проводите там или ся, утихомиривая свои вредные привычки. Вы увидите, что это изрядное количество времени, которое, кстати, можно было использовать в совсем других целях. Если вы считаете, что это вас расслабляет, и вы имеете право для смены деятельности, то я думаю, что сменить деятельность можно было бы и по-другому. Например, устроить себе какой-нибудь перекус вместо того, чтобы выкурить сигарету и так далее и тому подобное. Но вы сами решите, чем заменить это время, если вы перестанете себя постоянно соблазнять очередной сигаретой или очередной чашкой кофе. Так что, как ни крути, это тоже является похитителем нашего времени. И коль мы, собственно говоря, решили высветлить эту тему, то и подобный пункт мы умалчивать не должны. Если вы отправляетесь, например, домой на автомобиле и точно знаете, что можете попасть в многочасовые пробки, на этот случай, дорогие мои друзья, умные люди, которым жалко времени на пустое простаивание и на психовании из-за того, что вы вынуждены стоять. Для этого существуют наушники и какой-нибудь развивающий курс, который у вас записан, например, на флешку. Многие в пробках выучили иностранные языки, будьте уверены, или приобрели дополнительные знания в той сфере, которая их очень увлекала. Так что, у вас есть повод тоже приобщиться к подобным вещам, если вы точно знаете, что это возможно, развивающий курс иностранного языка или какой-то психологический или какой-либо еще, это главное, что у вас должно быть. Пока вы его слушаете, вы не будете так раздражаться, выходить из себя. И это ожидание не будет столь мучительным. Так что, на все находится дополнительное, так сказать, противоядие для того, чтобы просто не прожигать свое время и жизнь. Что еще ворует изрядно нашу жизнь, это наша непоследовательность. Я вам могу сказать, что бывают такие виды работ, против которых организм буквально бунтует. Он настолько вам неприятна, эта работа, что вы ее не можете выполнять. А все время мечтаете о том, чтобы перейти к чему-то более приятному и интересному, то есть переключиться на то, что у вас вызывает удовольствие. И таких видов работ, дорогие мои друзья, есть предостаточное количество. И тут рука невольно тянется войти в сетсети или позвонить подружке и потрындить и так далее. Я хочу вас настроить. Если у вас работа не идет, все методы вышеперечисленные вы не используете. Вы просто кратковременно переключаете свое внимание. Ну, допустим, вы взялись разбирать шкаф и никак не можете настроиться, чтобы эту работу доделать до конца. Возьмите, пожалуйста, лейку и полейте цветы. Отвлекитесь минут на 5-7, но не просто сидением и болтанием с кем-нибудь, а новым родом деятельности. А потом, буквально через 10 минут, опять вернуйтесь своему шкафу. Вы увидите, что вы гораздо легче будете уже настроены на работу, потому что произошло небольшое переключение вашего внимания. и вы заставили мозги забыть об этом злосчастном шкафе, потом к нему подходите и уже как бы все с чистого листа, но гораздо легче. Такой метод психологический очень правильно практиковать. Если какая-то работа категорически не идет и прямо физически не хочется ее делать, вы на какой-то период времени переключаетесь на более приятную для себя работу или на отвлекающий. На секунду выглянули в окно, посмотрели, как там ходят люди и так далее, потом параллельно еще третий с подоконничек влажной тряпочкой, потому что все же таки вы занимаетесь уборкой. Раз, и вернулись опять к первоначальному делу. Но бросать его или делать вид, что это дело само собой сделается или не так и важно было его делать, это категорически мы себе позволить не можем. Вы же люди деловые и практичные. и на мелочах тренируем свой характер. Потом все эти навыки, дорогие мои друзья, о которых мы говорили, мы знаем своих врагов и уже на их поводу не идем, невероятным образом вас действительно делают перспективным человеком в любой сфере вашей деятельности. Вы можете это и собственным бизнесом заниматься, потому что вы знаете, куда применить усилия, вы не растрачите время напрасно, вы имеете цель, но не будем повторяться. Значит, вы можете быть продуктивны совершенно в любом роде деятельности. Если же вы не находитесь сил с собой бороться, идете на самотек, вы ни к чем не человек и не удивляйтесь, что у вас, как правило, ничего не получается. Вроде бы бегали куда-то, вроде суетились, вроде что-то делали, а толком ничего не произведено. Вы просто поддались ворам вашего драгоценного времени, вы потеряли цель, и, соответственно, не удивляйтесь, что вы ничего не успеваете. Ну, вот так мы немножко пофилософствовали над теми вещами, которые совершенно незаметным образом выпивают нашу жизнь. Выпивают наглым, хоть и незаметным способом, скажу так. Это своего рода вампиры, которые так или иначе ненавязчиво, без физической боли, лишают вас драгоценной жизни, а потом на определенном этапе вы поймете, что вы, оказывается, просидели эту жизнь в соцсетях, выискивали кого-то на каких-то форумах безрезультатно, интересовались тем, что вам было совершенно не нужно, но вы каким-то образом там оказались и так далее. Так что, дорогие мои друзья, хотите все успевать, научитесь правильно пользоваться отведенным временем. А с вами была Елена. Субтитры создавал DimaTorzok